Вопросы безопасности в период новогодних праздников, а также готовность региона к длительным каникулам обсудили сегодня на оперативном совещании при главе региона. Перед Игрим Кошиным отчитались руководители департаментов и главы муниципальных образований. В завершение года к концу подошла убойная кампания. На днях забой начался в Испокоиндиго, последнем хозяйстве, в котором идет заготовка оленина. Восьми окружных Испыканий низкого округа убойная кампания уже закончена. Всего планируется заготовить свыше 1300 тонн мяса. Такие объемы сырья позволят бесперебойно работать предприятию мясопродукты. С 3 января будет вывоз мяса. Самое основное на сегодняшний день, январь закрыт уже мясом. 18% вывезено. В дальнейшем все в работе. Несмотря на предстоящие праздники, предприятие будет работать в обычном режиме и представит весь ассортимент своей продукции на рождественской ярмарке. Кстати, к ее проведению все готово, сообщил руководитель департамента природных ресурсов, экологии и ОПК Олег Белак. У нас есть понимание с городскими властями и со всеми, кто участвует в этом процессе. Так что мы ждем всех 7 числа на рождественской ярмарке, на площади Мораций. Не останутся без продовольствия жители села. По словам председателя Совета Ненецкого окропотребсоюза Натальи Кордаковой, доставка продуктов в село осуществляется и воздушным, и наземным транспортом. В период новогодних праздников сельчане будут обеспечены и свежим хлебом. У нас пекарни, 24 пекарни, которые все работают, все обеспечены хлебом. И хотелось бы глав муниципальных образований попросить, если какие-то сбои происходят в праздничный период, чтобы непосредственно обращались с нашим руководителем. Все они находятся на местах, или ко мне. За безопасность и не только продовольственную в населенных пунктах в период праздников непосредственно будут отвечать главы муниципальных образований. По отчету глав, все села к новогодним праздникам готовы. В завершении оперативного совещания глава региона Игорь Кошин поздравил всех присутствующих с Новым годом. А в качестве подарка чиновникам вручил Уголовный кодекс России. Уголовный кодекс с комментариями. С наступающим Новым годом!